Продолжение следует... 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 Стандарты МР-исследования, с учетом знаний этих уровней лимфатических узлов, таким образом включают в себя уровень от дна турецкого седла до еремной вырезки рукоятки грудины, в идеале это, конечно, до дуги аорты, и выполняется с большим филдовью для того, чтобы не, грубо говоря, подрезать лимфатические узлы пятого уровня, которые локализуются в жировой клетчатке задних треугольников шеи. Это очень часто грешат всем не специализированные учреждения, когда они прибегают к сканированию только той зоны, где визуализируются пораженные лимфатические узлы, оставляя таким образом за кадром большинство остальных групп, которые также представляют собой интерес. Наиболее классические опухоли, которые встречаются на данном анатомическом пространстве головы и шеи, это плоскоклеточный рак. Самая характерная локализация — это опухоль носоглотки, глоточный карман. Опухоль достаточно ригидная, вызывает компрессию глоточного отдела слуховой трубы с возникновением оптрационного антрацеллюлита. Классические поражения ретрофарингеальных лимфоузлов. Они часто поражаются при локализации опухоли в задних отделах глотки и имеется секундарное поражение лимфатических узлов 2-3 уровней. Данные лимфоузлы имеют достаточно небольшой размер, поэтому они имеют вид солидных, но для плоскоклеточных раков очень характерно наличие зон центрального некроза. И как только лимфатические узлы увеличиваются в объеме, как у данного пациента с опухоли носоглотки, локализующейся также в правом глоточном кармане, возникает сразу зона центрального некроза, которая, как вот таким маячком, нам сразу сигнализирует о том, что, скорее всего, первичный источник именно плоскоклеточный рак. Также для этих секундарных лимфоузлов характерно появление перинодальной инфильтрации и быстрое слияние в конгломераты при наличии двух и более лимфатических узлов. Не стоит такое состояние под изгнойным лимфоденитом. Достаточно такое специфическое состояние, когда, ну, во-первых, имеется клиника, это выраженный болевой синдром. Во-вторых, шейные лимфатические узлы локализуются не совсем в типичном месте в данном случае, это к переде откивательной мышцы. Всегда имеется зона перифокального отека, что абсолютно не характерно для секундарного поражения шейных лимфатических узлов. И кажущаяся аналогичная предыдущему случаю зона некроза, она имеет свои отличия, потому что у нее не имеется вот такого рваного контура, и на постконтрастных изображениях мы видим четкие, такой гиперинтенсивные линейные структуры, это формирующийся грануляционный вал, это живая ткань, и здесь идет ограничение воспалительного процесса от нормальной интактной ткани. Опухоли клоушной слюной железы, это уже другой гистотип опухоли, аденокарциномы, они визуализируются также абсолютно по-другому, опухоли локализуются в глоточном отростке околоушной слюной железы. Обратите внимание, насколько уже другие сигнальные характеристики у конгломерата секундарно измененных лимфоузлов. Они имеют более гетерогенное строение, характеризуются более сниженным импросигналом, и также имеющиеся участки центрального некроза, они более мелкие, хаотичные, без тенденции к слиянию. Наиболее характерны для визуализации, для диагностики секундарные поражения при опухолях щитовидной железы. У них просто красной линией прослеживается отчетливая связь по сигнальным характеристикам, повторять такие же параметры у первичной опухоли. У пациента имеется мультифокальный рак щитовидной железы левой доли и перешейка. Узелки имеют высокий МР-сигнал на Т2 взвешенных изображениях и очень выраженную собственную сосудистую сеть. Секундарно пораженные лимфоузлы в точности повторяют те же самые сигнальные характеристики и также обладают выраженной сосудистой сетью. Другая ситуация, когда у пациента кистозно-солидный узел, локализующийся в правой доле щитовидной железы, и секундарно измененные лимфоузлы также имеют кистозно-солидное строение. Ну и наиболее такая вот удачная ситуация, когда первичная опухоль имеет фиброзированную капсулу с наличием множественных микрокальцинатов, которые характеризуются вот таким вот толстым гипоинтенсивным ободком. И то же самое, мы видим, демонстрируют и секундарно пораженные лимфатические узлы. Также для метастазов рака щитовидной железы характерны очень маленькие размеры. Она очень любит метастазировать в виде таких маленьких бисерных метастазов, которые, к сожалению, никак не укладываются в наши критерии, когда секундарно измененный лимфоузел считается более 1 см в диаметре. Поэтому, если у пациента в анамнезе медулярный рак щитовидной железы, следует уделять особое внимание любым лимфатическим узлам, которые мы видим не в типичном месте для здорового человека. Это второй, третий уровень. Для шеи очень характерно увеличение лимфоузлов этого уровня даже в норме. Здесь лимфоузел локализуется на уровне надключичном. Это четвертый уровень. Он имеет округлую форму, гипоинтенсивным сигналом характеризуется и не визуализируется область ворот. Несмотря на то, что лимфатический узел настолько мал, тем не менее мы его отмечаем как подозрительный. И далее, конечно, пальма первенства – это ультразвуковое исследование и пункционная биопсия данного лимфоузла. Ангиосаркома также характеризуется очень такими типичными сигнальными характеристиками, что позволяет ее заподозрить буквально на первичном исследовании. Это будут лимфатические узлы такого крупноячеистого строения, которые имитируют кистозную структуру, но при введении контрастного препарата мы видим активное накопление контрастного препарата, контрастного агента в проекции этой зоны, что говорит о очень богатой воскулиризации. Мы видим, что контрастированный лимфатический узел по сигнальным характеристикам фактически приближается к жировой ткани. Для нас это определенный маркер, это эталон сравнения для того, чтобы мы могли определить, насколько активно накапливается контраст. Хотелось бы отметить, что большие размеры опухоли не всегда значат большие размеры лимфатических узлов, секундарно измененных, разумеется. Поэтому, когда приходит на первичную диагностику пациент с крупными конгумератами лимфатических узлов, не нужно думать, что первичная опухоль будет иметь такие же крупные размеры. Скорее всего, вот эти размеры никак коррелировать не будут. Поэтому, как клинический пример, у пациента опухоль грушевидного синуса, с локализующейся в области боковой стенки синуса, с переходом на черпало-натгортанную складку, несмотря на достаточно скромные размеры опухоли, конгумерат лимфоузлов, визуально даже у пациента виден, очень больших размеров, 2-й, 3-й, 4-й уровни, с вовлечением магистральных сосудов шеи и наличием обширной зоны центрального некроза, характерной для плоскоклеточного рака. Далее, опухоль невыяснена локализацией первичной. Настолько мал первичный процесс, что визуализировать его не удалось. Тем не менее, конгумераты лимфоузлов превращаются просто в единый специфический инфильтрат, который захватывает все мягкие ткани левой половины шеи. Рак слизистой оболочки щеки. Обратная здесь ситуация. Несмотря на достаточно крупные размеры первичной опухоли, присоединение вторичной инфекции, изветление, распад, здесь имеется даже контактная деструкция венечного и суставного отростка нижней челюсти, лимфатические узлы имеют очень маленькие размеры и, несмотря на это, все равно имеют зоны центрального некроза. Хотелось бы отметить, что правильный диагноз метастазов рака в лимфатических узлах шеи, когда пациент приходит на первичное обследование в специализированное учреждение, выставляется лишь у 38% больных. И в остальных случаях у пациента стоит некий такой диагноз собирательный, который не несет для себя никакой информации. И получить на первичном этапе пациента уже полностью обследованного, установленный первичный опухоль и гистологическая верификация – это очень большая удача. Поэтому порой приходится прибегать к таким ухищениям, очень гибко подходить к тому, что мы визуализируем и анализировать и первичную предполагаемую опухоль, и те лимфузлы, которые мы видим. Опухоль необноминдалина. Это как пример. Сейчас как раз проследим на различиях клинических ситуаций, как приходим к правильному диагнозу. Это как раз классическая ситуация, когда опухолевый инфильтрат захватывает всю структуру органа, выходит за ее пределы на небные дужки, имеется гомогенная структура, изъязвление в центре, и то, что лимфоузел второго уровня, который мы видим, является секундарным, представляет никакого сомнения. Другой вариант. Пациент обращается в онкоцентр с наличием увеличенного лимфатического узла на шее и асимметрии небных миндалин. Мы видим, что, да, действительно, миндалина асимметрична, но, тем не менее, структура миндалин в задней отделе, по крайней мере, увеличенная левая миндальна, она сохранена. Линейный рисунок крипт прослеживается. Изменены только передние отделы. И на пусконтрастных изображениях четко прослеживается контур слизистой оболочки, что позволяет делать вывод, что это все-таки не эпителиальная опухоль, а опухоль тропной лимфоидной ткани миндалины. Следовательно, увеличенный лимфоузел, который мы видим, он является несекундарным. Это поражение при системном процессе, при лимфоме. Для лимфомы вообще характерно, если крупные размеры лимфоузлов, они часто бывают солитарными. Наличие крупных лимфоузлов без тенденции к слиянию в конгломераты и также сниженное накопление контрастного препарата в подконтрастную фазу. Еще одна клиническая ситуация. Пациент поступает с увеличением сразу двух небных миндалин и увеличенным лимфатическим узлом на шее. При исследовании действительно визуализируется достаточно крупный лимфатический узел, тем не менее удается дифференцировать область жировых ворот лимфоузлов и при внутривенном контрастировании, несмотря на такое значительное увеличение размеров медалин, мы видим, что структура их сохранена и удается проследить линейный рисунок крипт, хорошо контрастирующаяся слизистая оболочка по ходу заворотов. Опухоль корня языка. Достаточно крупный опухолевый инфильтрат, локализующийся в области корня языка, часто изъязвляется и осложняется массивными кровотечениями. Здесь диагноз не представляет сомнений и визуализируемый лимфоузел однозначно трактуется как секундарный. Похожая, казалось бы, клиническая ситуация. У пациента имеется увеличенный некий лимфатический узел 2-го А уровня справа и достаточно крупная опухоль, локализующаяся в проекции корня языка. Опухоль настолько крупная, что она закрывает просвет рота и горта на глотке, фактически не давая прохода воздуха и значительная девиация гортани как сзади. Тем не менее, если мы обратим внимание на качество снимков, мы видим, что она никак не пострадала, двигательных артефактов нет, следовательно, данный пациент не испытывает затруднений при дыхании. То есть данная опухоль является достаточно эластичной и особенно не причиняет ему никакого дискомфорта, здесь даже нет затруднения проходимости пищи, что сразу же ставит под сомнение диагноз рака, поскольку такие опухоли всегда очень ригидны, пациент бы уже задохнулся и погиб. И приходим к выводу, что все-таки имеется поражение при системном процессе, при лимфоме. Иногда приходится привлекать другие методы. УЗИ здесь, безусловно, я даже не буду приводить эти примеры, поскольку с УЗИ мы сравниваем свои исследования всегда. Но иногда привлекаются и другие методы. У пациента небольшая опухоль языка, локализующаяся в задних отделах свободной части, в задней трети. И есть некий увеличенный лимфатический узел, который хоть и менее сантиметра, тем не менее он округлый, и не визуализируется область жировых ворот. При лимфосцентографии, при введении в первичную опухоль накопление радиофармпрепарата, и мы видим, что сигнальным лимфоузлом, лимфоузлом первичного лимфооттока, является лимфоузел 2-го А уровня. Таким образом, наш лимфоузел, который мы классифицировали 2-го уровня, он, конечно, уже ставится под сомнение, его секундарное поражение. Хотелось бы отдельно остановиться на ретрофарингеальных лимфатических узлах, так называемых лимфоузлах Ривьера, поскольку их диагностика вызывает существенные трудности. Данные лимфоузлы чаще всего поражаются при опухолях, локализующихся в задних отделах глотки. Классический пример. Опухолевое поражение левой нюбной миндалины с переходом процесса на заднюю нюбную дужку, заднюю стенку рота глотки и секундарным поражением шейных лимфоузлов, в данном случае 2-го А уровня. При этом мы видим поражение ретрофарингеального лимфоузла слева, как раз очень характерное место для опухолей данной локализации. Тем не менее, поражение этих лимфоузлов мы можем встретить и при раке щитовидной железы. Активно накапливает контрастный препарат, то, что я уже говорила, по сигнальным характеристикам идентичны первичные опухоли. Не всегда увеличение ретрофарингеальных лимфоузлов встречается при онкопатологии. Они также могут встречаться и при банальной гипертрофии глоточной миндалины или дейноидитах. У данного пациента увеличение размеров глоточной миндалины с обтурацией просвета ханаду-вторую. Мы видим, что структура миндалины сохранена, имеются многочисленные мелкие ретенционные кисты. То, что можно принять ошибочно за бугристость опухолевую, на самом деле является аденоидными вегетациями и визуализируются два увеличенных лимфатических узла, которые, по сути, являются просто гиперплазированными. Следует помнить, что область основания черепа это место выхода многих черепно-мозговых нервов, в частности, это подъязычный нерв, 12-я пара черепных нервов. У данного пациента, казалось бы, тоже есть некое образование в ретрофарингеальной области, имитирующее секундарное поражение ретрофарингеального лимфоузла. Имеется увеличение размеров левых отделов языка, увеличение размеров корня, имитирующая, плюс ткань. Тем не менее, если обратим внимание, структура языка сохранена, и граница патологически измененного участка четко совпадает с границей язычной перегородки. Таким образом, напрашивается правильный диагноз, поскольку еще и опухоль имеет такие высокие сигнальные характеристики на Т2-звешенном изображении, это всего лишь нейрогенная опухоль, которая приводит к компрессии нервов гипоглосус и денервации левых отделов языка. Похожая ситуация, когда можно ошибочно расценить пациента как конгломерат секундарно измененных лимфатических узлов 2-го Б уровня с поражением правых отделов корня языка, казалось бы, да, и псевдотральная сторона. При этом то же самое, мы видим, что структура языка сохранена, контур патологической зоны четко совпадает с контуром язычной перегородки, и таким образом правильный диагноз – это опухоль оклаушной слюной железы, которая уже приводит к нервации языкоглоточного нерва, поскольку мы видим от ней и глотки тоже. Секундарное поражение лимфатических узлов шеи, расположенных выше ключиц, чаще всего, конечно, это локализация опухоли, голова и шея. Тем не менее, до 13% опухоли могут локализоваться ниже ключиц. Примеры локализации таких. И клинический пример – секундарное поражение шейных лимфатических узлов при невыявленном первичном очаге. У пациента имеется конгломерат шейных надключичных лимфоузлов, четвертый уровень. Низковато, конечно, для классической опухоли локализации голова и шеи. И имеется асимметрия гортани за счет выбухания контура левой голосовой складки, контролатеральная сторона. Тем не менее, на постконтрастных изображениях контур слизистой оболочки складки прослеживается отчетливо. Структура ее сохранена. Приходим к выводу, что это секундарные лимфоузлы, а первичная локализация опухоли находится где-то ниже ключиц, что и подтверждается исследованием КТ. Визуализируется периферический рак правого легкого с обширным секундарным поражением медицинальных лимфоузлов и, как следствие, донервации левых отделов гортани. Стоит помнить, что когда мы увлекаемся описанием первичной опухоли и лимфатических узлов, порой исследователи теряют цель, саму цель описания. Наши такие красивые заключения, даже с правильно поставленным диагнозом, не имеют никакого практического значения, если не отвечают на вопросы клинических врачей, которым, собственно, они адресованы. Основные наши вопросы – это оценка рисков, рисков для жизни пациента, для последующего лучевого лечения и для хирургического лечения. Для жизни понятно, что это очень много вариантов, но, как такой вот наиболее наглядный пример, это скелетированная артерия. Можно увлекаться описанием перинодальной инфильтрации окружающих мягких тканей при конгломерате лимфоузлов, при первичной опухоли в области гортаноглотки, тем более, что конгломерат имеет вид достаточно такого солидного строения. Но, тем не менее, при внутривенном контрастировании визуализируется обширная зона центрального некроза, в центре которой проходит общая сонная артерия. Даже охват на одну-вторую окружность артерии уже наводит на подозрение того, что есть инвазия в стенку. Поскольку здесь артерия в муфте, конечно, мышечная стенка ее очень пострадала, и здесь крайне высокий риск профузного кровотечения из-за розированной стенки. То, что касается лучевой терапии, буквально вкратце, это, в первую очередь, обширные зоны некроза в лимфатических узлах, что приводит к риску возникновения обширных зон распада во время лечения. Это контактная деструкция костей свода черепа и наличие интракраниального распространения опухолей. Это и деструкция хрящей гортани, в данном случае у пациента обширная опухоль гортани, и имеется деструкция правой пластины щитовидного хряща. Это определенные противопоказания для проведения лучевой терапии. Для хирургического лечения, безусловно, очень много нюансов, но хотя бы вкратце часть из них. У пациента имеется опухоль гортани с деструкцией хрящей гортани, выходом процесса в окружающие мягкие ткани. То есть такому пациенту лучевое лечение абсолютно точно не показано. Скорее всего, либо будет хирургическое лечение, либо химиотерапия. У пациента имеется билатеральное поражение шейных лимфатических узлов и справа, и слева. Помимо того, что мы описываем первичную опухоль и акцентируем внимание на подрастание к магистральным сосудам, на данном случае это общая сонная артерия, следует также указать, что секундарно измененные лимфатические узлы также имеют взаимоотношение с магистральными сосудами. Очень важно взаимоотношение не только с общей сонной артерией, но и с внутренней еремной веной, особенно если поражение идет билатерально, поскольку, естественно, резекция двух еремных вен просто невозможна. И, в частности, возвращаемся к лимфоузлам Ривьера. У пациента имеется опухоль гортани с выходом процесса в окружающие мягкие ткани и секундарным поражением шейных лимфатических узлов. И вот этот самый коварный лимфатический узел заглоточный Ривьера, поражение которого уже ставит под сомнение радикальность проводимого хирургического лечения, поскольку этот лимфоузел очень сложно доступен при хирургическом вмешательстве. О таком обязательно нужно, конечно, информировать клиницистов, для того, чтобы можно было рассчитать правильную тактику лечения. Ну и несмотря на то, что как бы нам, как диагностам, не казалась катастрофическая ситуация, и нам казалось, что данный пациент не подлежит хирургическому лечению в связи с обширностью опухолевого поражения, тем не менее, всегда есть шанс, что он попадет на стол хирургов. И до последнего нужно пытаться оценивать магистральные сосуды, состояние их стенки, для того, чтобы ответить на все возможные вопросы. Спасибо за внимание.